Привет, YouTube! Сегодняшний урок будет посвящен таким тестовым артефактам, как тест-кейсы и чек-листы. Ведь именно от их правильного создания в первую очередь будет зависеть эффективность вашего тестирования, а также возможность других участников команды, будь то тестировщик, либо же даже разработчик, беспрепятственно разобраться в проведении теста и его запуске. Существует два основных вида тестовой документации для того, чтобы провести правильный тест. Это чек-лист и тест-кейс. Давайте с вами начнем с более простого вида тестовой документации, а именно чек-лист. Если мы говорим о чек-листе, то в первую очередь это некий список проверок, в котором показано, что мы будем тестировать и как следствие результат и статус данных проверок. Сам этот список содержит в себе то, что мы собрались вообще сделать, что мы не хотим забыть и что непосредственно мы будем проверять. То есть это некий высокоуровневый набор идей наших тестов. Давайте с вами взглянем на основные моменты, которые могут быть в хорошем чек-листе. Во-первых, это версия нашей сборки, непосредственно то окружение, на котором проводилось тестирование, дата проведения нашего теста и тот тестировщик, который проводил данное тестирование. Также в чек-листе может быть тип тестов, который был использован для тех или иных проверок, непосредственно название самих проверок и результат нашего тестирования, то есть прошла эта проверка или нет. И также для упрощения нашей работы взяты какие-то отдельные модули нашего приложения, основные модули и для них уже расписаны все проверки. Как вы видите, название чек-листа отражает название приложения, наше тестовое приложение было к регуляторам. То есть для него мы использовали вот такой перечень проверок. Также в чек-листе может содержаться список уникальных идентификаторов для каждой проверки, чтобы также можно было спокойно найти их в нашей системе и дать на них ссылку каких-то других артефактах, которые мы будем использовать при тестировании. Также может быть ссылка на обнаруженный нами баг. Если опять же у нас данный чек-лист уже используется в некой баг-трекинговой системе и мы уже по результату какой-либо проверки можем завести баг, если фактический результат отличается от ожидаемого. Также в описании к этому видео я дам ссылки на те материалы, которые помогали мне разобраться в этом вопросе. То есть будут некие образцы чек-листов, которые вы также можете использовать для своей подготовки, для того чтобы набить себе руку и в дальнейшем использовать их для выполнения тестовых заданий, либо же на своей основной работе. Давайте с вами законспектируем то, что касается чек-листа. Как я уже сказал, это список проверок, который показывает, что тестировать и обязательно должен себе содержать результат наших проверок. Давайте с вами теперь поговорим о другом виде артефакта, в другом виде тестовой документации, о тест-кейсах. Данный вид тестовой документации отличается от чек-листа следующим. Во-первых, здесь у нас уже будут шаги, то есть это некий пошаговый сценарий. Здесь уже будет низкоуровневые проверки, то есть они будут более детализированы. И в отличие от чек-листа, в котором мы говорили, что мы будем тестировать, здесь мы уже расписываем, как мы будем тестировать. Опять же, здесь будет результат наших проверок. Также в тест-кейсе обязательно должен быть заголовок. Возможно, будет приоритет, либо же порядок выполнения нашего тест-кейса. И еще ряд некоторых атрибутов, про которые я расскажу вам чуть позже. Самое главное, что вы должны усвоить при составлении тест-кейса, что здесь у нас есть некоторая троица основных атрибутов. Это наше выполняемое действие, то есть пошаговый сценарий, ожидаемый результат и фактический результат. В дальнейшем наши тест-кейсы могут собираться в наборы тест-кейсов, которые называются test-sealed. Давайте с вами тоже пометим, что есть такой вид документации, тест-набор, либо же тест-сьют на английском. Иногда тест-сьютом называют набор тест-кейсов, в котором результат выполнения каждого тест-кейса является некоторыми преконтишенными предусловиями для начала выполнения следующего. То есть эти кейсы идут друг за дружкой по порядку. И давайте с вами теперь посмотрим, как вообще составляется тест-сьют, как это может выглядеть. Специально для этого мы создадим отдельный документ, в котором и будем в дальнейшем вводить наши тест-кейсы. И давайте назовем каждый столбец согласно тем атрибутам, которые должны быть в хорошем тест-кейсе. В первых должен быть идентификатор. Он будет уникальный для каждого нашего тест-кейса. Также может быть такой атрибут, как приоритет, либо же в данном столбце может быть написан вид теста, который используется для данной проверки. Также здесь может быть ссылка на требования, с которым связан наш тест-кейс, то есть то требование, которое мы проверяем в ходе данной проверки. Также было бы неплохо указать название модуля. Дальше расписывается заглавие, в котором будет отражаться основная суть нашего тест-кейса. Дальше расписываются шаги по воспроизведению нашего тест-кейса. И последним может быть ожидаемый результат. Обычно он расписывается по каждому шагу, однако не всегда это необходимо, и порой ожидаемый результат расписывают только для последнего шага. Но если же мы говорим о данном документе, о тестовых кейсах для обучения будущих сотрудников, например, если вы придете в какую-то компанию, где будут расписаны хорошо тест-кейсы, то есть будут хорошо задокументированы шаги по воспроизведению данного тест-кейса, а также расписан ожидаемый результат на каждый шаг. Вам будет проще обучиться работе в данной системе, узнать про нее. То есть тест-кейсы очень часто используются для обучения сотрудников, для того чтобы у них сформировалось представление о программе. Это способствует быстрому освоению информации и анбордингу специалиста на проект. И также у нас должен быть фактический результат, если мы говорим о том, что у нас уже прописан ожидаемый результат. То есть сейчас мы с вами создали шаблон для заполнения тест-кейса в рамках Excel. В небольших компаниях могут использовать, к примеру, Google таблицы для того, чтобы управлять своими тест-кейсами и делиться ими с другими участниками команды. Или если мы говорим о таких компаниях, которые могут тебе позволить, какие-то платные ресурсы для трекинга тест-кейсов и их исполнения, то тогда можно приобрести, к примеру, тест-трейл и работать в нем. Либо же есть такая система, как тест-линк. У Jira баг-трекинговой системы, о которой мы поговорим с вами чуть позже, есть также плагин Zephyr, который позволяет хранить тест-кейсы и запускать их. То есть это все зависит от тех финансовых возможностей, которыми обладает компания. Также вы можете для себя зарегистрироваться в тест-трейле. Там есть реальная версия на 30 дней. И также попробовать заводить там тест-кейсы, позапускать их, посмотреть, как она работает, эта система, прощупать ее. Поэтому все зависит только от вас. В рамках данного занятия мы не будем с вами работать в тест-трейле. Там все достаточно просто, интуитивно понятно. Но для того, чтобы вы поняли, как вообще заполнять тест-кейс и что нужно указывать в нем, давайте с вами попробуем создать один такой тест-кейс. Все достаточно просто. Если мы говорим про идентификатор, то здесь какой-то будет уникальный номер. Давайте присвоим ему номер 1. Приоритет. Здесь либо мы расписываем приоритет выполнения, например, это будет первопорядковый номер. Мы запускаем этот тест первым. Либо же здесь мы можем написать вид теста, который мы используем. К примеру, это будет smoke. Так как требований у нас нет, то мы можем взять какой-нибудь из головы. Опять же, давайте возьмем рег-1. Модуль регистрация нового пользователя. Если мы говорим про заглавие, то давайте сюда запишем, к примеру, регистрация нового пользователя с помощью мобильного телефона. Да, стоит отметить, что у вас в голове должна устояться такая модель создания тестовых кейсов. В первую очередь мы создаем простые тест-кейсы, затем мы создаем сложные. Говоря о простых, сначала мы создаем позитивные сценарии. Если мы с вами вспомним урок, посвященный позитивным и негативным тестам, я рассказывал основную разницу в них и что необходимо делать первым. Вкратце напомню, что сначала мы создаем всегда позитивные сценарии, так как в первую очередь мы проверяем тот факт, что наша система работает согласно нашему требованию, как то было запланировано. И нашему заказчику будет интересно сначала узнать, что действительно система отрабатывает те сценарии, позитивные сценарии, и может спокойно уже запускаться для наших пользователей и использоваться ими. Сверху сейчас появится ссылка на занятия, посвященные негативным и позитивным тестам, где я более подробно рассказывал об их отличии и порядке их запуска. Обязательно переходите на ней, чтобы освежить в памяти эту информацию. Давайте теперь поговорим о таком блоке, как шаги. К примеру, запустить сайт, ввести в поле мобильный номер телефона, дождаться SMS с кодом, ввести код в появившемся поле, нажать кнопку «Регистрация». Предположим, вот такие у нас шаги для данного тест-кейса. Давайте исправим не запустить сайт, а открыть сайт. Также здесь должна быть ссылка на этот сайт. И теперь по каждому шагу мы должны написать наш ожидаемый результат. «Открыть сайт», предположим, загружается сайт, ввести в поле мобильный номер телефона. Номер телефона отображается в поле «Мобильный». Код приходит на номер телефона. Код отображается в новом поле. Появляется сообщение об успешной регистрации. И теперь, когда мы будем с вами выполнять непосредственно наш тест-кейс, мы будем сравнивать ожидаемый результат с нашим фактическим результатом. И в случае обнаружения несоответствия мы можем завести дефект. Давайте с вами тоже добавим сюда такой столбец. И сюда мы будем просто вставлять номер нашего дефекта, чтобы в дальнейшем можно было отследить спокойно, где он находится. И с каким нашим тест-кейсом он связан. Вот так выглядит тестовый кейс в рамках Excel. Как я уже сказал, есть отдельные системы, в которых это все можно отслеживать, заводить наши тест-кейсы, запускать их непосредственно в этой системе. Поэтому, я думаю, с этим у вас не возникнет никаких проблем. Очень часто работодатели высылают тестовые задания, в которых просят написать тестовые кейсы для определенного модуля, либо проверки какой-либо функциональности. Поэтому вам нужно хорошо разобраться в создании тестовых кейсов, набить себе руку и в дальнейшем использовать вот такой вот шаблон для того, чтобы успешно проходить такие тестовые задания. Также на самих собеседованиях очень часто показывают какую-либо функциональность, например, скрин экрана какого-нибудь приложения, в котором также просят написать какие-либо тестовые кейсы уже в рамках вашего технического собеседования, технического интервью. Также хотелось бы отметить тот факт, что, как вы уже могли заметить, здесь используются обезличенные глаголы. То есть мы никогда не пишем такие глаголы, как «открываем», «открою». То есть всегда мы ставим себя на место какого-то неизвестного пользователя, который будет выполнять эту задачу. Поэтому здесь должно быть все максимально обезличено, чтобы человек, прочитая ваши шаги и ожидаемый результат, мог без привязки какой-либо личности провести этот тест-кейс. Забегая немножко вперед, такая же модель используется при создании отчетов и дефектов, когда мы используем какие-либо обезличенные глаголы при описании того или иного действия. И в заключении нашего занятия я бы хотел вам еще рассказать о критериях для выбора той или иной тестовой документации на проекте. Во-первых, это зависит от сложности вообще нашего проекта. Если мы говорим о каком-то простом проекте, то вполне достаточно использовать чек-лист. Если же наш проект усложняется, там есть очень много требований, которые достаточно сложны в реализации. И в них есть очень много аспектов, которые мы должны проверять. Также необходимы какие-то более подробные проверки, то тогда, конечно же, лучше использовать тест-кейсы. Второй аспект – это длительность нашего проекта. Если мы говорим о каких-то небольших проектов по длительности, то логичнее использовать чек-листы. Если же наш проект долгий, то тогда используют тест-кейсы. Также со сложностью проекта связан и его размер. То есть, чем больше проект, чем больше людей задействованы в нем. Если есть вероятность того, что в команду нашу будут приходить новые специалисты, которых нужно будет обучать, то, опять же, здесь лучше использовать тест-кейсы. И, опять же, если говорить о самой команде, если она часто меняется, то есть, тут такой аспект, как стабильность, опять же, используют тест-кейсы. Если наши требования не подвержены очень сильным изменениям, то тогда также лучше использовать тест-кейсы, так как их достаточно сложно поддерживать. То есть, если мы изменяем наши требования очень часто, нужно постоянно вносить изменения и в тест-кейс. С чек-листом работать проще. Как вы видели, это простой документ. То есть, там расписаны просто какие-то общие вещи о нашей необходимой проверке. И внести изменения в них очень просто. И не стоит забывать о том, что во многом выбор той или иной тестовой документации может зависеть от желания нашего заказчика. Например, даже если наш проект простой и быстрый, но наш заказчик хочет быть более вовлечен в процесс, чтобы этот процесс был для него прозрачен, он может выбрать такую тестовую документацию, как тест-кейсы. И в таком случае мы не сможем отказать ему и будем использовать именно их в своей работе. На сегодня у меня все. Надеюсь, что данное занятие помогло вам разобраться в таких видах тестовой документации, как чек-листы и тест-кейсы. И вы без проблем сможете их использовать при выполнении тестовых заданий от ваших будущих работодателей, либо же для успешного прохождения собеседований и в дальнейшем использования вот этих вот техник для того, чтобы эффективно и успешно создавать тестовую документацию уже на ваших текущих проектах. На следующем занятии мы поговорим о двух самых популярных техниках тест-дизайна, которые также частенько спрашивают на собеседование и в ходе интервью. И в дальнейшем вы сможете использовать эти техники тест-дизайна для создания ваших оптимальных тестовых кейсов и проверки приложения в максимально короткие сроки, но с максимальной эффективностью как для вас, так и для вашего заказчика. Будет здорово, если вы подпишетесь на данный канал и оставите свою обратную связь к этому видео. Увидимся с вами на следующем занятии. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!